Продолжая тему того, как сделать так, чтобы молодежь не покидала Артемовский городской округ, мы вернулись к главному вопросу – наличию рабочих мест, причем квалифицированных и достойно оплачиваемых. Воспользовавшись возможностью, мы обсудили этот вопрос с исполнительным директором АО КМЗ Константином Мединским. Оказывается, потребность в кадрах на данном предприятии имеется, однако есть и своя специфика в требованиях к этим кадрам. Очень долго мы искали инженера-технолога по сварке. Это у нас было объявление и в Артемовском, и я лично этому, и в Екатеринбурге искали. В итоге взяли своего шеф-инженера, имеющего опыт по сварке, имеющего опыт по запуску машин, и назначили его инженером-технологом по сварке. Съездил он у нас тут на семинар на один. Ну, понятно, что уровня главного сварщика, может быть, нет, но иногда знание и опыт равно, как бы, разноценны. Поэтому пока идем, и нас он удовлетворяет в многие моменты, нас стал помогать, подсказывать и говорить как надо. Очень большая потребность именно инженеров-конструкторов. Так как у нас все продукция штучная, и мы вынуждены каждый заказ индивидуально прорабатывать, следовательно, здесь у нас, скажем так, система, ну, как бы, ограничения по времени. То есть мы вынуждены идти на грани полосрыва заказов только из-за того, что каждый чертеж нужно перерабатывать. А количество конструкторов у меня сейчас ограничено. Вот я сейчас расширяю территориально, куда их можно было посадить, помещения делаю под них. Дальше буду уже вставить вопрос по набору конструкторов. По сварщикам, несмотря на то, что здесь, скажем так, три предприятия, на которых больший опыт сварнул, то тоже не все, на самом деле, приходят люди, поработают, уходят. Не нам не подходит это по качеству. То есть как только выходит брак, так это тоже штучный, не серийный производство. Брак для нас очень критичен. То есть нам приходится это все дело переделывать. Ну, это очень большие затраты как по времени, так и по деньгам. Однако нередко, получив специальность, например, сварщика, молодые люди при трудоустройстве сталкиваются с отсутствием практического опыта и, соответственно, не могут получить работу. На КМЗ к этому вопросу относятся также ответственно. Тем не менее, считают, что дать шанс молодежи необходимо. Мы берем человека. Почему? У нас не то, что пришел человек и сразу мы его убрали. То есть первоначально на первый момент мы принимаем входная аттестация. То есть у нас же инженер, кто проводит с ним первоначально, как бы смотрит вообще, что он умеет. Дальше мы ставим его на простые работы. То есть это сварка металлоконструкций, ну, скажем так, неответственных. То есть есть определение ответственных деталей, на которые выписываются маршрутные листы, которые поэтапно принимаются ОТК, ну, допустим, рабочее колесо. То есть вырезалось мазмор, приняли ОТК. Набросали, скажем, корпус самого рабочего колеса, позвали опять ОТК. Сделали первый контрольный шов, проварили, опять позвали ОТК. ОТК смотрит правильно, неправильно, тот, не тот, катит, проваривали квалификацию. Все, дальше пошел человек варить. Понятно, что если человек пришел с улицы, и мы его не знаем, мы его не поставим никогда на ответственную деталь. Он начнет с самого начала. И дальше уже люди смотрят, как варят, как это делают. То есть и те, кто хорошо варят, они остаются у нас. Те, кто недостаточно высокой квалификации или не хочет это что-то делать, ну, к сожалению, прощаются. Потому что для нас брак, ну, очень критичен. Такая работа с молодежью дает свои, видимые, невооруженным глазом результаты. Из общего состава людей, то есть у нас там 145 человек, да, включительно там под... У нас где-то порядка 50 человек это молодежь. Вы идите в церковь, увидите, что, в принципе, коллектив молодой. Работы мы всех обеспечиваем. На просторе пока нет. Нам бы выполнять план, к сожалению, пока идем с отставанием того плана, который нам скидывает коммерческий отдел. Поэтому я бы не сказал, что работы нет. Важно, что имеется на предприятии и возможность профессионального роста. А это значит не только повышение своего уровня как специалиста, но и вполне ощутимая прибавка к весу кошелька. По сварщикам, основное, как бы, от чего зависит качество выпуска и продукции, это, конечно, квалификация сварщика. С сварщика у нас проводятся аттестации персонала. То есть есть в составе завода комиссия, в которую входит инженер-технолог по сварке, начальник ОТК. Проводится аттестация персонала старщиков с определением той или иной квалификации. И идет градация по зарплате. То есть тот, кто больше умеет и знает, естественно, он получает больше. При этом те, кто не прошел квалификацию на какой-то уровень, ему всегда дается время, возможность обучиться. Здесь же, ну, мы хоть не учебные курсы, то есть теорию, они все там проходили одинаково. А практические навыки, ну, даем здесь сварить, работаем. И повторную квалификацию люди проходят. Если они подтверждают более высокий уровень, ну, значит, переходят на более высокий уровень зарплаты. Несмотря на строгий контроль качества и высокие требования к сотрудникам, атмосфера в коллективе складывается позитивная. Тем более, что руководство предприятия всегда готово на открытый диалог с подчиненными. Конфликтов нет, понимание есть у персонала. И люди с пониманием же относятся, они же видят. Когда с людьми общаешься и подходишь к ним, я периодически выхожу в цех, собираю весь, все предприятие. Когда у нас есть трудности с выпуском продукции или какие-то еще моменты, и когда у нас там начинает зашкаливать брак, какие-то моменты такие, то есть проговариваю, общаюсь с людьми, слышу те пожелания, которые есть у людей, рассказываю, что мы планируем. То есть обратная связь всегда есть. И она к любому работнику, я подхожу, любой специалист приходит сюда, может задать мне свой вопрос. Начиная от финансовых, трудностей каких-то. Ну, все люди, всех семья, кредиты, что-то купить надо. Вот, кончая там профессиональными какими-то вещами или техническими, кто-то придет и скажет, я вот считаю, что вот так вот надо. Ну, прислушиваемся. Между людьми тоже, как бы, взаимопонимание есть у нас в этом, скажем, за последний квартал очень много людей, новых пришло, так как мы начали расширение. Люди вливаются. Я бы не сказал, что кто-то был там негативно настроен как-то или агрессивно. Нормальный здоровый рабочий коллектив. К сожалению, выпускники школ не спешат овладевать техническими специальностями, стремясь получить образование поболее, как им кажется, востребованным и высокооплачиваемым специальностям. Возможно, дело и в другом. Может, они боятся труда тяжелого, что все хотят сидеть в офисе, там заполнять бумаги. Ну, в принципе, я считаю, что интереснее на заводе работать, что-то производить, своими руками изготовлять. Ну, я бы пожелал всем учиться на машиностроении и идти работать на заводах. Как бы то ни было, на КМЗ и Вентпроме постоянно говорят о том, что специалисты нужны и готовы помочь молодежи стать ими, но для этого нужны базовые навыки и знания именно в тех областях, которые действительно испытывают нехватку кадров. Поэтому тут вопрос к самой молодежи. Чем они руководствуются, когда выбирают будущую профессию и жизненный путь?